Беседа 49.421. Диание 23.6. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея! Зачаяние воскресения мертвых меня судят!» Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Опять Павел говорит по-человечески, он не всегда руководится благодатью, но позволяет себе привносить нечто и от себя. Это он и делает как теперь, так и после, и по оправдании своем намеревается разделить злобно соединившуюся против него толпу. Не ложь, говорит он и здесь, называя себя фарисеем. По предкам своим он действительно был фарисеем, потому и оправдывается, что я фарисей. Они не хотели сказать, за что судят его, потому что находит нужным сам он объяснить это. Фарисей же, говорит писатель, исповедует то и другое. Здесь три предмета. Почему же он говорит то и другое? Или потому что дух и ангел одно, или потому что это выражение употребляется не только о двух, но и о трех. Следовательно, оно сказано по употреблению, а не по собственному значению. Смотри, когда он встал между ними, тогда они принимают его сторону. Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. А почему они не защищали его прежде? Потому что он не принадлежал к ним, и до этого оправдания еще не было известно, что он прежде был фарисеем. Видишь ли, как открывается истина, когда умолкают страсти? Слова же их означают следующее. Что за вина, если это сказал ему ангел или дух, и по его внушению он учит так о воскресении? Потому оставим его, чтобы, восставая против него, нам не сделать сопротивниками Богу. Смотри, как благоразумно не защищает Павла, хотя он и не подал им никакого к тому повода. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник опасается, чтобы они не растерзали Павла. Повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Тысяченачальник боится, чтобы не растерзали Павла. Когда он сказал, что он римлянин, следовательно, это было небезопасно. Видишь ли, что он справедливо назвал себя римлянином. Иначе тысяченачальник и теперь не пришел бы в страх. Но воины уводят его. Видя, что все безуспешно, эти злодеи начинают действовать сами, как они хотели и прежде, но встретили препятствия. Так злоба никогда не успокаивается, несмотря ни на какие препятствия. Между тем, сколько здесь обстоятельств располагало их и утолить гнев свой, и образумиться. Тем не менее, они упорствуют. Даже достаточно было для вразумления их и того, что человек, которого они хотели растерзать, отнимается у них и избегает таких опасностей. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока сделавших такое заклятие. Закляли себя, говорит. Видишь ли, как они мстительны и упорны в злобе. Что значит заклясть себя? Иначе сказать, они оставят веру в Бога, если не преисполнить своего намерения в отношении к Павлу. Следовательно, они остались заклятыми навсегда, потому что не убили Павла. Сошлись вместе сорок человек. Такой был это народ, что когда надлежало согласиться на добро, то не сходились и двух человек. А когда на зло то сошла целая толпа. Они делают своими сообщниками и начальниками, на что указывает писатель. Они, пришедших первосвященникам и старейшинам, сказали. Мы клятвой заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. Услышав о всем умысли, сын сестры Павловой, пришел и вошед в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал. Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал. Узник Павел призвал меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. Опять он спасается человеческим содействием. Посмотри. Павел не открывает этого никому, даже и сотнику, чтобы это не сделалось известным. Сотник пошел и донес тысяченачальнику. Тысяченачальник, взяв его за руку, и отошед с ним в сторону, спрашивал. Что такое имеешь ты сказать мне? Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они готовы теперь, ожидая твоего распоряжения. Тогда тысяченачальник отпустил еношу, сказав, никому не говори, что ты объявил мне это. 423. Хорошо сделал тысяченачальник, приказав вскрыть это, чтобы не сделалось известным. Потом дает повеление сотникам, когда следовало, и посылает Павла в Кесарию, чтобы он и там говорил, при большем числе зрителей, и среди торжественнейшего собрания слушателей. После этого иудеи не могут сказать, если бы мы видели Павла или слышали его учения, то уверовали бы, и этого оправдания не лишаются. И пристал Господь ему и сказал, дерзай. Смотри, после этого явления Господь попускает ему спастись опять по-человечески. Достоин удивления, как Павел не смутился и не сказал, что же это значит, не обманут ли я Христом? Нет, он не думал и не чувствовал ничего такого, а только веровал. Впрочем, веруя, он не дремал, не применил сделать то, что можно было при помощи человеческой мудрости. Смотри, как те связали себя заклятием, как бы какой необходимостью. Вот и пост, отец мужа убийства. Как Хирот связал себя клятвой, как бы какой необходимостью, так и они. Таково коварство дьявола. Под видом набожности он расставляет сети. Нужно было прийти и обвинять, собирать судилище. Это дело не священников, а разбойников, не начальников, а злодеев. И смотри, какая крайняя злоба. Не довольствуется тем, что склоняют козлу друг друга, но решаются вместе с собой склонить к тому же и правителя. Потому Господь и устроил, что он узнал об их умысле. А они не только тем, что ничего не могли сказать против Павла, но и тем, что сделали умысел тайно. Обличили сами себя и показали, что они – ничто. После отправления Павла, пересвященники, вероятно, приходили с просьбой к тысяченачальнику и возвратились со стыдом без успеха. А тысяченачальник поступил справедливо. Он не решился ни отпустить Павла, ни согласиться с ним. Но как он, скажешь, поверил, что сказано юношей было справедливо? Он из прежнего заключил, что они могут сделать это. И смотри, какое коварство! Сами пересвященники были как бы поставлены в необходимость. Не удивляйся, ведь если те решались на такое дело и принимали на себя всю опасность, то эти еще более могли сделать то же. Видишь ли, как Павел оказывается невинным перед судом внешних язычников, подобно как Христос перед судом Пилата. Смотри, как злоба вредит сама себе. Они предали Павла, чтобы осудить и убить его. А выходит противное. Он спасается и оказывается невинным. Если бы было не так, то растерзали бы его. Если бы было не так, то погубили бы, осудили бы его. Но тысяченачальник не только избавляет его от этого умысла, но и способствует ему безопасно отправиться в сопровождении такого отряда. А каким образом? Послушай. И признав двух сотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы посадивший Павла, препроводить его к правителю Феликсу. Написал и письмо следующего содержания. Клавдии Лисий достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я пришел с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их. И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи зло умышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить за него, на него перед тобою. Будь здоров. Вот и письмо, заключающее в себе оправдание Павлу. Ничего, говорит, не нашел достойного смерти. Служащие к осуждению более их, нежели его. Так они домогались убить его. И прежде, говорит, мужа, которого покушались убить иудеи, потом свел его к ним. Но и тогда они не могли ни в чем обвинить его. И хотя после первого покушения им следовало успокоиться и устыдиться, но они опять замышляют убить его. Так ясно эти слова говорят опять в его пользу. А для чего он посылает туда обвинителей? Для того, чтобы и в том судилище, где дело имело рассматриваться обстоятельнее, он оказался невинным. Но обратимся к вышесказанному. Я фарисей, это сказал Павел, для того, чтобы расположить их к себе, а чтобы не показаться льстецом, присовокупляет, что за надежду воскресения мертвых судят меня, защищает себя от их обвинений и клеветы. Садыкеев утверждает, что нет ни ангела, ни духа. Они не признают ничего бестелесного, может быть, даже и Бога по своей грубости. Потому они не хотят верить и воскресению. И ставший, говорит писатель, книжники части фарисейской в начале спорить. Смотри, тысячи начальник слышит, что фарисеи признают его невинным и принимают его в сторону, уводят его с великим дерзновением. Сказанное Павлу также исполнено любомудрие. И в наставшую ночь предстал ему Господь, сказав, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовала мне в Иерусалиме, так подобает тебе и в Риме свидетельствовать. Смотри, какое утешение. Вперва Господь восхваляет его, потом внушает, чтобы он не боялся отправления в Рим, которое еще не было известно. И как бы так, говорит, ты не только отправишься туда, но и покажешь великое дерзновение. Этим выражается не то, что он будет спасен, но что он будет свидетельствовать с великой славою в великом городе. А почему Господь явился ему не прежде, как когда он подвергся опасности? Потому что Бог всегда утешает в скорбях, когда он бывает более вожделенным и научает нас среди опасностей. Иначе сказать, когда он был свободен от уз, тогда оставался спокойным, а теперь его ожидали бедствия. Клятву и заклялись, говорит, не есть, не пить. Какое невистовство! Сами себя безрассудно подвергают проклятию, чтобы когда его выведут, мы могли убить. Что ты говоришь? Не в другой ли уже раз он говорит перед вами, не назвал ли себя фарисеем? Чего же еще более исследовать? Так они не боялись ничего, ни судилищ, ни законов. Так они были дерзки на все и внушают коварную мысль и обещают действовать. И услышал то сын сестры Павловой. Промысел Божий устроил, что они не знали, что тот подслушает. Что же Павел? Он не смутился, но уразумел, что это дело Божье, и все возложив на него, через это самое получил спасение. Смотри, как Бог устроил все ко благу. Юноша объявил об умысле, ему поверили. И таким образом Павел спасся. Но скажешь, если он был признан невинным, то для чего были посланы туда обвинители? Для того, чтобы дело было исследовано точнее и чтобы этот муж явился тем более чистым. Божие домостроительство таково, что чем нам вредят, то самое служит к нашей пользе. Так Иосиф был оклеветен госпожой, она думала, что вредит ему, но своей клеветой доставила ему безопасность. Темница была гораздо покойнее дома, где воспитывался этот зверь. Находясь там, он хотя и служил, но был в непосредственном страхе, как бы ни напала на него госпожа. И этот страх беспокоил его более темницы. Напротив, подвергшись обвинению, он стал жить безбоязненно и спокойно, избавившись от этого зверя, от бесстыдства и клеветы. Ему лучше было находиться вместе с несчастными людьми, нежели с Нистовой госпожою. Здесь он находил себе утешение в том, что посажен сюда за целомудрие, а там боялся, как бы не принять язву на душу. Для юноши нет ничего тяжелее, тем мучительнее и несноснее любящей женщины, когда он ее не хочет. Это хуже всяких уст. Таким образом, он невержен был в темницу, но освободился из темницы. А она вооружила против него господина, но сохранила его в мире с Богом, приблизила его к действительному, истинному владыке, лишила власти в своем доме, но усвоила Господу. Так же и братья продали его, но тем избавили его от домашних врагов, от великой злобы и зависти, от ежедневных клевет, удалили от ненавидевших его. Что в самом деле может быть хуже, как быть принужденным жить вместе с завистливыми братьями, находиться в подозрении, подвергаться клеветам? Итак, одно делали и таете, а другое и великое устроял Бог для праведника. Когда он был в чести, тогда находился в опасности. А когда испытывал бесчестие, тогда был в безопасности. Евнухи не вспомнили о нем. И хорошо, освобождение его устроилось славнее, так что надо было приписать все не человеческой милости, а Божию домостроительству. Он был освобожден благовременно, когда была нужда. Так что фараон извел его из темницы не как благодетель, а как получающий благодеяние. Надлежало не рабу получить дар, а царю испытать нужду. Надлежало открытие его мудрости. Потому забывает его Евнух, чтобы не забыл Египет, чтобы не остался в неведении о нем царь. Если бы он изведен был прежде, то, может быть, захотел бы возвратиться в свою землю. Потому он удерживается тысячей необходимостей, во-первых, властью, во-вторых, темницей, в-третьих, распоряжениями в царстве, чтобы все это так устроилось. Как благородного коня, стремящегося ускакать к своим, Бог удерживал его там, для славных целей. А что он желал увидеть отца и облегчить скорбью, видно из того, что он призвал его туда. 426. Хотите ли, мы рассмотрим и другие случаи коварства, как они служат к нашей пользе. Не только тем, что уготавляет нам награду, но и тем, что в то же самое время устрояют наше благосостояние. Строил ковы отцу Иосифа, дядя его, и знал его из Отечества. Что же? Сам поставил его вдали от опасности, потому что Яков нашел там безопасность. Подал ему повод сделаться более любомудренным и увидеть сон. Но он был рабом в чужой стране. Однако же он нашел своих, взял невесту, явился тестью достойным зятем. Но тесть обманул его. Однако же это обратилось в благо. Он сделался отцом многих детей. Но тесть имел против него злой умысел. Однако же из этого вышло добро. Он взвратился в свою землю. Если бы он благодетельствовал, то не пожелал бы идти в свое Отечество. Но его лишили награды. Он получил награду большую. Так всегда, против кого больше злоумышляли, те больших удостоивались благ. Если бы Яков не взял за себя старшей сестры, то не сделался бы отцом столь многих детей, но провел бы много времени в бесчаде и плакал бы, как другая жена его. Он справедливо, она плакала, пока не взялась матерью. А он имел утешение, потому и укорял ее. Опять, если бы не лишили его награды, он не пожелал бы видеть своего Отечества, не открылось бы любомудрие этого мужа, не прилепились бы к нему так жены его. Смотри, что они говорят. Пищи, говорит, есть будем свои, и серебро наше. Бытие 31.15. Так это усилило любовь их. Они сделали сему вместо жен рабынями и любили его. Что выше всякого сокровища, так как нет, поистине нет ничего драгоценнее, как быть столь любимым женою и любить. Муж и жена между собой согласны, говорит Премудрый, поставляя это в числе блаженств. Сирахов 25.2. В этом все богатство, все счастье жизни, а без этого все прочее бесполезно, все неустроено, исполнено неприятностей и огорчений. Потому будем и мы искать этого прежде всего. Кто ищет денег, тот не ищет этого. Будем искать того, что может быть твердо. Не будем искать брачного союза с богатыми, чтобы множество богатства не породило в жене высокомерие, чтобы высокомерие не было причиной развращения. Не видишь ли, что сотворил бог, как он подчинил жену мужу? Почему же ты невнимателен? Для чего безрассуден? Бесчувственен. Что даровал он тебе по природе, в том не нарушай сам его содействие. Надо бы наискать небогатой жены, а того, чтобы иметь в ней сообщницу жизни для рождения детей. Не для того бог даровал человеку жену, чтобы она принесла деньги, но чтобы была ему помощницей. Жена, приносящая деньги, бывает коварна, становится госпожой вместо жены, или лучше зверем, а не женою, предаваясь высокомерии за своего богатства. Нет ничего презрения мужа, желающего обогатиться таким образом. Если вообще во обогащении исполнено искушение, то что будет обогащение таким способом? Не смотри на то, что иной получил необыкновенно много, случайно, неожиданно. И в других делах нужно обращать внимание не на то, чем иные владеют и как неожиданно получают, но благоразумно вникать, не сопровождается ли это дело бесчисленными неприятностями. И не сам один ты через это подвергнешься бесславию, но навлечешь стыд и на детей, которых оставишь в бедности, если случится тебе умереть прежде и жене подашь множество поводов выйти замуж за другого. Не видишь ли, как для многих жен предлогом ко второму браку служило то, что они обращали на себя внимание и искали распорядителей для своего имущества? Не будем же допускать столько зла ради денег. Но оставишь все, будем искать в жене доброй души, чтобы найти в ней и любовь. В этом великое богатство, в этом высокое сокровище, в этом бесчисленное множество благ, которых донасладимся все мы, живя как должно и согласно законами божественными, чтобы нам вподобиться и благ будущих благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором отцу со святым духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.